ну все всем привет с вами снова придонки заехал я сегодня к своему корешу он сегодня именинник у него сегодня день рождения тут нужно было по-любому заехать вчера ездил там гараж свой и чтобы наскочил на Вова толкача он сейчас идет к себе заряжается вот эта шляпа мою колпак видите тут еще горит по центру экрана светодиод то есть еще заряжается а Юрику дай мне там чуть-чуть этого момент там загонять сейчас заварим вот этот пластик я устал от него дребезжит настоял вот пришлось можете поздравлять сегодня человека днрождения всем привет всем добра и удачи побольше денег я перевожу что он сказал всем бобра с хвостом вчера как назло тут вообще понять надо много чего но мне не до этого еще раз снимал штуку эту думал надо заклеить забыл дай немножко клея момента он говорит загонять ну вот сейчас сейчас сразу после того поеду толкачу кове снимать его китайский дикий эндуро мотоцикл как он там я не знаю гр водянка 300 кубиков а тут видите лето у юрика пластика чего-то тут какой-то тут это мотоцикл понятно какой-то китайский да это димки зубов 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 вот димка зубов это парень ездит на китайском на бсе или бсе как я не правильно знаю уже долбай до болт долбай подал цикла это не он я знаю у него другой да идут на нем загремели кстати димон на свое мотоцикле все устраивает но не не расцепляет так не вытекайся не некогда юр некогда тут на тоже вот это все вот это не до этого это отдельность лишь не до этого ну это поджопная техника юрик реально поджопная на чему что стругать поджопная но надо блять чтобы она не видите все мне на этом на скотче на ну некогда тут реально техника поджопная короче зубов мотоцикл зимон свой там юзает китаец у него только единство что сиденье очень узкая и он под себя под задницу подставляет подкладывает наматывает там какой-то поролон потому что реально пердак себе вот эти две вот эти половинки булки булок они растираются этим сиденьем просто страшно я понимаю о чем речь вот допустим вот здесь вот пердак не разотрешь вот тут все и вообще такой ну да какая то там да и совсем а вот на китайцев у них сидушки там узенькие и прям сел и прям между блок залез и там чуть недокопчиком протирает вот я так понял может сейчас что-то еще что-то вырезало может быть что-то еще но я уже димона не видел она на середину зимы так что надо ведь этот процесс рабочим ну ладно это превьюшка я сейчас вот чуть до зарядится принципе я уже хотел уехать но я приехал поздравить наш уважаемого мастера по пластику но пришлось вот дядя юра настоял деваться некуда продолжим у вавана толкача в гараже он типа настоял чтоб я приехал я уже много раз собирался все никак не доеду ну короче вот так еще раз в днем рождения спасибо будем жить ну ладно здоровья в наших годах уже здоровья вообще на этом все держится чтобы не было вопросов и и уже не доставлял снимать что было покрасивее чтобы изнутри я не снимать я не готов я вообще хотел заклеить не моментом и поэтому вот того лучше пусть так потому что это снимать это дичь лень она снимается быстро но мне охота поэтому не надо каких-то там этих разговоров по поводу того что типа вот так вот так как сын звонит здравствуй дорогой спасибо тебе спасибо 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 осталось тебе у тебя чтоб тоже было все хорошо вам молодым сейчас гораздо сложнее чем нам положить всегда буду рад помочь и видеть тебя естественно очень василия поздравляю и и спасибо тебе с днем рождения ну и все кто не знает мы с великом знакомы с 88 вот это время снимает тут видео поле вам поле 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 боком сайт поле укома кома в горле вот мой чай стоит но сейчас ему подводы напитый в текатель немножечко на скутере надо час в лобочек и сделать и чая до горды бежит на снимать не охота но ему сверху час заварю попасть и посильнее а потом будет когда уже по-нормальному сделаю снимает у нас сидит не снимает ополе поле контору который зараза а хорошо 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 что-то мосили так сам да понимаю василий слушай василий я не готов тебя пить я подумаю но в очень маловероятно кто там чего я могу дескать только вечером но вот сейчас предварительно пока не знают что тебе говорить мы супер клей тут а нет я супер клей не клей я все понимаю что все давай не тратни и давай на связи давай супер клей присутствует но вот так вот появится пластик ребят но тут все не так просто думают некоторые ага я как-то тут взялся такой же пластик на скутере паять клюха такой же только там трещин больше ребят я и сплевался надо иметь терпение чтобы так вот паять тонкий пластик а здесь он тонкий ну сказать что это жопа это не сказать вообще ничего это просто дичь то есть нужны всякие тонкие насадки нужно всякие вот эти вот всякие финти клюшки что все это паять вот так вот разделывать всякий вот этот инструмент видите у него заточен у него там вот всяких резаков видите да у них всяких разных вот там вот и вышивали там всякие там эти прилады там то есть это профессия и причем профессия такая кропотливая но допустим видео принесли ему такой вот колпак на фонарь что он с ним делает я не знаю но это дичь пока проклеиваю специально уклеиваю пока да а дальше что он будет с ним делать я даже даже боюсь и представить теперь вот видите у него в руках вот эти вот присадки для ну допустим в данном случае это пластик ЭБС внизу вот этот жирный пластик это все настолько не просто то есть кто-то думает что там сейчас я куплю и прям попробую паять там сейчас ага там вы бы видели как я тут он собирает бампера вот они наверху валяются видите тут всякие ломаные разные биты их я видел столько они бывают разлетаются просто в щепки просто в какаху в мелкие брызги шампанского и у меня нет слов и для всего пластика нужно подобрать пластик который подходит к нему все это обработать ну сам момент вроде там что там да не сложно вроде как но когда это все представляет из себя море кусков из этого надо собрать деталь ну а не знаю это дичь я бы даже и даже не взялся бы делать потому что их много их надо собрать эту мозаику этот пазл с дикий кто на что учился да это надо иметь терпение я не знаю адовая и и в общем вы поняли что я хотел вам сказать это просто дичь я бы так никогда не смог я уже юрику говорил а чё ты там типа сам вот там ага сам я пробовал варажать сам варит но не алё ладно не буду больше стонать я в принципе заехал не за этим поздравить заехал вот и дождался в этом кача сигнал у меня отмашку дал типа пора ехать сейчас я этот мопед выключу чтобы не мозолить глаза у человека день рождения тут со своим мопедом ну ладно 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 нормально ну так для таких людей как вы да ладно не ваня и ваня меня вот так смотрим ты когда хоть и зарядишься сволочь вроде вот довольно быстро эта тема но мощная зарядка до заряжает то минимум три часа если полностью разряжен и тащи дичь ну вот мы уже у тебя левого толкача вот его ага да да опг вот его пасы и 300 к водянка все дела он тут уже обновил это уже да уже закачивающий уже я все с того года собирался все как-то что-то там не с руки не понятны не до того сейчас вот мы приехали от велико жабкина вот они всякие тут идет челюбоберы канди боберы ну и собственно варя что ты скажешь про этот аппарат вообще про свой аппарат который новый якобы уже обкатанный хорошо укатанный более-менее так ничего ездить можешь у меня на старой стиле мощи хватает вот у тебя до этого был у тебя китаец который вообще разобрался весь не-не Сузуки подожди китаец вот где-то был до этого который тут вообще разобрался который весь у него я помню тебе осталось от него только вот эта рама под баком под баком кучок рамы да бак и фара да и вот что было понятно что за модель вот такая модель мотоцикла я видел парня который на таком же аппарате там на аэромойце накалечивал на данном колесе только на колесах и на сликах очень нормально так раздавал что ты себе в бак ты льешь какой бензин какой дима второй а дима слипятый не сколько сюда войдет он тебе почти полный смотрю 3,5 и на сколько хватает этих 6,5 литров блин ну катаемся нормально короче вот последняя покатушка 87 км приехал полбаку еще охренеть вообще у меня мопед больше живет ну это 2Т с чем сравним ну да это ну вообще вот допустим 250 обычная 2Т смотри 4Т китайская и вот этот мотор в чем отличие какой именно мотор это 74 а я сейчас в основном 72 слушай я в них не силен в китайцах я просто них не понимаю тупо откровенно я их скажем так они то что ну вот стоит вот такой вот мотор да вот этот вот и этот отличие в чем мощи сколько в нем заявленных заводских 27 27 кб ну это практически как вот эти вот как все вот эти эндуро мотоциклы хондо 250 а такой же движок 74 один там заявлено 28 где 26 хрен его знает у меня по ну то есть аппарат стоящий короче говоря ну да не фуфлыжный да как бы и подвески работают нормальные потому что сравнить вот это и вот это практически невозможно да да тут у меня большая разница ну вот по твоим понятиям вот сейчас вот допустим что время пришло менять вот сейчас что уже пора делать ну резина уже конечно резина кончилась сколько проехал километров на резине да на этой это я только вот в этом сезоне был вообще вот за все время вот я его покупал в том году ну смотри сколько он 69 это моточасов да а так у него спидометра нет хрен как там их растусовывать он с электростартером или нет я даже не знаю то есть нажимаешь и поехал да масло не кушает что льешь в двигатель ликвимори у меня ну 4Т ну я как с ним покупал 2 литра подарок не отдали так и ты продолжаешь ну сейчас да сейчас слить матюли это вообще бешеные деньги да я и матюли не буду сроду никогда что там не выговоришь цену во первых я с ним обжегся с матюли больше не хочу ну ты обжегся наверное попал на подделку ну возможно потому что хотя я покупал в магазине ну сколько подделок магазин не магазин уже не важно вот ну ты конечно на подделку приехали я буду искать что то я взял другого и все ну какая разница ребят я на нем сейчас прокачусь как бочки льет да понятно я сейчас на нем прокачусь там я не собираюсь на какие там стоять рекорды я на них вот на этом вообще еще с того года собираюсь собираюсь вот я недавно заехал туда-сюда он говорит давай приезжай пора уже ну вот я сегодня приехал был вчера вчера был понедельник вчера я был какой то ну не в себе то есть уже старый ленивый да сонный что то как то ну я и сегодня не особо вот ну и сейчас как то получше я тем более зарядил там и то не до конца колпак у меня колпак заряжается часа три минимум я его на работе заряжал Вова утром звонит там к двум часам подъезжает ну короче сейчас можно будет выехать там как то я там кое-как проеду вообще это спорт инвентарь да то есть ну что ставить не надо нет уже тормозили менты нет на этом нет ну они они видят видят и авторитет ну как они проблему себе наживешь и не хотят ха-ха-ха-ха тем более они уже знают конторы ОПГ я вас часто снимал вот и собственно говоря да 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 ОПГ все понятно зачем проблему наживать ладно много говорим сейчас прокачусь не знаю что там буду нести вам в камеру что говорить про меня не знаю вообще ну что-нибудь скажу ничего не обещаю я про этот аппарат вообще не знаю ничего я кстати извиняюсь за то что ветер такой я снимаю с камеры с ручника нет у меня микрофона под руками вот как есть так и снимают поэтому если что не обессудьте сильный ветер напомню БСЕ ЗЭТСИ да 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 БСЕ ЗЭТСИ 28 кобыл или сколько тут 27 ну поглядим все начинаем ну что ребят техника там вроде прогрелась я вообще еще наверно на него не залез вот на эту трахтелку после вот этой вот я привык что там все низенькие а теперь он уже сейчас вот такого будет прокатить чтобы мне удобно на него залезть растяжки то уже нет как раньше да растяжки уже только на жопе и на пузе вот так вот раз по стариковски хоп цвап 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 ну че ну че довольно грозный аппарат слышу прям по мощи все поехал кататься да ребята далеко не древний ДТР далеко я катался на Сантехиновом аппарате у него по-моему ГР7 могу путать ну у него обычный не водянка но тот не такой но намного мягче по мотору так этот дерганный и он нормально реально поедет на колесе конечно везде нанесли держака особого не будет но еще не забываем что еду в кроссовках и ткать передачи вверх дыхать больно то есть очень мягкие кроссовки вы понимаете что навык уходит быстро без тренировок тут можно долбить по упорам но я не готов очень резкий мотор хороший мне нравится я честно даже удивлен что он такой отмороженный так вот правильно я еду запутался в этих гаражах а нет все правильно ну не зоню конечно очень вкусно и просто вообще огонь единственное нужно на нем ездить в мотоботах и защите потому что он довольно резкий я честно не ожидал ну и японские вот эти 250 может быть просто в силу своей заезженности они не такие резкие как этот но это совсем резкий или я просто может быть зиму я не ездил так сразу говорю что замедленность переключения передач у меня из-за того что больно ногам у меня практически голая нога в кроссовках и когда включаешь передачу вверх больновато тыкать ну и вообще техника для накорячивания для там на заднем колесе пойдет он конечно с ручки на колесо не задирается как 2т ну и у меня уже ушла всякая сноровка то железные гудвы не разъедемся ну я знаю что сейчас легко на нем можно будет проехать на заднем колесе туда хоть мы поехали хрен не знает вот я сейчас заеду не пойми куда уж забыл куда ехать но естественно не туда давно здесь ездил эти гаража все вторая передача вот упорчик ну вы сами понимаете что после скутера на нем нужно приноравливаться как и любой 4Т мотоцикл да вообще любой мотор он не любит сильных перекрутов ему это ни к чему любой мотор любит средние оборота ну чуть больше средних то есть для него это не в напряг очень хорошо едет очень хорошо мне очень нравится он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzko ДimaTorzok Здесь яма заложена, забитая Мы раньше ловили рыбу в этой яме У мотоцикла очень жесткие низа Вообще просто отбитые Я даже не ожидал, что такие резкие могут быть низа Очень хорошо едет аппарат Ну вот, что я могу сказать Вот сейчас я там прокатился Туда-сюда и быстро и медленно Ну что я могу рекомендовать Могу только его рекомендовать к покупке Если за адекватные цены живой мотор, что бы и нет Известительный аппарат И ходовая, и настойная Хотя я тут кроссовых, тут я трасс не ездил Но оно того стоит Я вообще впечатлен Я, честно говоря, ожидал, что он сам там вываливает Там на колесе, на заднем там выстегивает Ну нет Я попробую там, со второй передачи нет ПС так может, а вот этот так не может Хотя низы очень, очень резкие Но чтобы ездить на колесе, если его задрать В принципе, надо дернуть его там туда-сюда То самое то Я видел, как паренек Примерно такого же калибра, как и я На колесе раздает, очень жестко на нем Правда, на колесах слик То есть Супер мотор Очень нравится мне он Ну, честно говоря, не ожидал Я знал, что он там такой, ну, довольно махровый Пархатый Но что такой резкий, я не ожидал Пархатый 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 Ты ишак тупой Что ты хоть так поздно включаешь повороты Дебил Вот что кто куда ездит непонятно Ребят аппарат очень хороший мне понравился Конечно я тут на нем мало езжу Ну то есть Я приват после зимы сел на него Ну и Очень вкусный езак Он мне кажется Однозначно Может быть После зимы так кажется Что он мощнее чем Всякие там Эндуро Аппараты Это ТТР Ямаха Там какая-нибудь Очень приятно едет Все четко Передача чекается Вот допустим Нитралку поймал вообще на раз Не знаю Как он у себя будет дальше Чувствует Но очень-очень хорошо Мне просто сильно понравилось Ну если на нем нормально крутануть ручку То при трогании Он из поджопа выйдет То есть Для человека Который не подготовлен Он может напугать Но С другой стороны Когда я еду На небольшой скорости Там первые две передачи Выкручиваешь Он из поджопа не выезжает То есть Он напугает Но Не убьет Он не опрокидывается Очень приятно едет То есть Он Дерганный В принципе Диапазона хватает Чтобы ехать кросс Ну и Дотей Мотоциклы Как ЧЗ500 ЧЗ250 ЧЗ250 Вообще молчу Вряд ли он объедет его Ну Не знаю Я так думаю Может быть Давно просто не ездил На счет 500 Ну и К16 Тоже Не знаю Они там На К16 Может быть Любая ходовая Очень приятно Вообще То есть Не за У него просто Выше Всяких похвал Поэтому Когда Займет вопрос Покупать Не покупать Если адекватная цена А что бы и не купить Ну что я могу сказать Изумительно Где у него замок Где выключается А это я не вижу Ты на него одел Тот самый Я не вижу Не упадете Нет Ну что я могу сказать Еще раз В завершение Я приятно удивлен Ну нет Тут Все понятно Тут по ходовой По всем делам Он очень грозный Выглядит Вообще Ну то есть Понятно Что это не какой-то там Куфель Ну и Прокатился Подтвердил То что Для себя Что он Того стоит Сколько ты за него Давал денег? Ну вот На тот момент За эти деньги Это было Самое то Вот Сейчас дали На повышение Короче 338 200 Ну вот Сейчас вроде Поехали И вот Допустим Если выбирать Японскую Видите 50 Ну Эндуро И вот Этот Вот Ну Можно смело Рекомендовать Ну Правда Цены Дикие Космические Но Вот Этот Аппарат Слушай У Сальдя Какой ГР7 У него ГР8 ГР8 Я жаль Не поменял Линии поставил Да То есть Меньше Звезды Стоял На 50 Поставил На 43 Ну Еще Забо Я уже много Развалил Я уже Парень Совершенно Растренирован Я привык К бухобойкам Вот И к нему Нужно Присиживаться Ну Я ехал Сейчас Вы видели Как котях Едва Полз Не скажу Что подсыпивал Но я понимал Что резина Вот такая Вот Лохматая В кавычках Ну Допустим Вот Если мне Такой подарит На день рождения Я не откажусь Да Покупать Я подумаю Просто Но денег Жалко А вообще Да И сейчас Допустим Кто-то Культивирует Там Всякие Чезеты Ну Вот Если Есть Деньги На такой Покупайте И вы О чезете Забудете Вы Долго Будете Ездить Будете Экономить Бензин На чезетах На всех 125 250 500 Вы Только Будете Себе Отбивать Руки И Желание Кататься А вот На этом Сила Будет Долбить Пока Он Видите Уже Он Еле Устал От него Он Вытрепал Уже Предлагаем На 200 Прокопить На этой Ну После Него Стремно У нас Было Сразу Ехать Ну А Долго Заводится Завид Как Он Завид Я По Граждан Чуть Проеду Собирали Собирали Рекламу Делал Делал Теба Собирает У него Дали Уже Ему Погоняло Короче И как Погоняло Не Не Утюгайся Потом Придется Вырезать Выпикивать Пони Тормоза Только Задние Передние Есть Пони Ребята Я тут Буквально По Горожам Проедусь Чтоб Сравнить Сместитерили Из Дорог Ну И да Я Помню Раму Волтузеля Не Хочется Я Ехал Это Короче говоря Смесь Мотоциклов Да Это Вообще Получается Полусамопал Смесь Разных Мотоциклов То есть Таким С завода Не шел Вообще Ну Как Поджопну Я думаю Нормально А тут У него Передача Нитралка В самом Вверху То есть Передача Все Все Вниз 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 Да Мне Это Маленький Низенький Да 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 Смотрим Тормоза Какие Там Тут Одна Печаль Газ Вернешь Ехать Неприятно Газ Вообще Не Поворачивается Нужно Руки Иметь Как у Никулина Ходовая Конечно Далеко Не Игр Или Как он Там Не Семерка Ну И Ходовая Явно Не Подменял Под Сраку Поддает Ну А так Сраку Возит Нормально Что Хоть Затрыкался С Передачами Какая Хоть Передача Непонятно Ну На Любой Едет Тут Как Были Какая Ни Там Третья Четвертая Аппарат Для Асфальта Больше Передача Запутаешь Ну Да Понял Тут Видишь Надо Привыкать Передачам Тут Я Затыркался Не Понял Куда Чего И Самый Косяк Большой Не Свернешь Газ После Потом Ручку Почат Вот Реально Тыкай Поехал Вот Вот А так В принципе Ну Ходовая Конечно Никак У Вообще Небо И Земля Но Жопу Возить Самое То Да 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 Сырак Возить Нормально Я Узнаю Амортизатор Вот Он У меня Валялся Сколько Лет У Сан-дяге Валялся Типа У меня Уже Лет Сколько Да Да Ты Я забрал У Сан-дяге Ну Конечно Он ходил По рукам Ходил И вот Я узнаю Он С какой-то Ямахи Что-то Такое С регулировкой Подкачка На Эрбисе Сломал Да 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 Ну И Валюхи Из Подмосковья Любители АПС Привет Ты Просил Снять У Толкача Вавана Виде Вот Я Для Тебя Постарался Доехал Давно Собирался На Тебя Да Да Валюха Тут недавно Загремел Заехал В забор Случайно У него Скачилась Цепь Стал Смотреть Вниз И Короче Не Урулил Но неприятно Там Ничего Такого Ну Подбородок Разбил Там Ну Не Страшно Ну Бывает Такое Я Сам На Этой Мухобойке Даже Завалился На Скорости Там 5 Км Час Прилег Машина Прям Из Подноса Я Влево У него Смотрел Из Граждан Уезжал Она Несется По Трамазам Нажал И Колесо Пить Я Ну Просто Прилег Реально Ничего Такого Но Неприятно А С другой Стран Лучше Так Чем Как Некоторые Ладно Ребята Не буду Я Больше Петь Военных Песен Не Буду Расстраивать Отца Вот Я Что Смог Показал Можно Об этом Долго Разглагольствовать Надо Просто Почаще Заезжать В гостях Вот Такие Дела Всем Пока Мы С вами Сегодня Были И У Юра Жапкина Да И Гаван Заехали Пойду Пить Кофо И Какао Счаем Всем Пока Держитесь Берегите Себя